здравствуйте приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о тяжелых почвах какой попадают такие почвы как бы наши ядачники и садоводы считают что им не повезло на самом деле они очень ошибаются глинистые почвы они очень плодородные и при хорошем как бы правильном подходе они дают прекрасные урожаи эти почвы можно сделать рыхлыми и плодородными что необходимо делать предпринять ну во-первых есть ваш участок переувлажнен надо позаботиться о том чтобы отвезти излишнюю воду ну излишнюю воду отвести с участка можно несколькими способами первый способ самый простой конечно копаем канавки и эту землю бросаем по обе стороны вот мы получаем приподнятые градки приподнятые градки излишняя вода стекает наши канавки разорки которыми так называем и она в этих разорках собирается растение развивается хорошо потому что переувлажнение уходит ну способ более длительный есть у вас конечно способ не помогает эти канавки то есть разорки они будут полны воды постоянно ну в этом случае предусматриваем дренаж копаем где-то уже такую канавку на 60-70 сантиметров глубиной потом на дно закладываем дренаж ну дренаж как бы многие думают там дренаж необходимо какие-то трубы нет не обязательно любые ветки доски любой стритный материал лишь бы он лежал плотно ложим на дно засыпаем почвой наш вода будет просачиваться излишне и наши градки станут сухими а раз там жадки сухими нашему мужему сможем работать они хиросной и летом и осенью в воду не излишне мы убрали при помощи дренажа и вот этих водоотводных канавок сградок подняли градки следующее что нам необходимо сделать чтобы наша почва стала более рыхлой рыхлая почва суглинистая будет в том случае если вы станете ее эксплуатировать сильно а что предполагает сильное эксплуатирование над мы высеваем сидераты потом весной посеяли сидераты через полтора месяца полтора два месяца зависит от того какую культуру вы высаживаете эти сидераты заделываем почву высаживаем овощную культуру через например огурцы или позднюю капусту или ту же свяклу прошла эта культура убрали культуру и опять засеваем сидератами сидераты значит в отличие от того что будем делать мы они корнями будут рыхлить нашу почву они будут рыхлить нашу почву почва рыхлится очень хорошо остаются ходы поступает воздух и она становится более рыхлой ну и опять же глинистые почвы на зиму надо перекапывать это не пешчаные тут какая бы приверженцы каких-либо теорий не были такая почва нуждается в перекопке почему мы перекапываем почву и она в этих комьях остается на зиму остается на зиму значит между комьями проходит вода нам дождевая вода снеговая вода проходит мороз начинать эти комика вы подмораживать структура почвы улучшается от этого такого воздействия даже запоминайте глинистую почву на зиму нежелательно барановать то есть делать гладкой чем более комковатой мы оставим эту почву почву на зиму тема эта почва будет гораздо гораздо плодороднее ну вернемся назад знать по сидератам что по сидератам понятно что времени как бы роста сидератов мало поэтому мы будем использовать сидераты которые имеют хорошую корневую систему то есть такую сверлящую это может быть люпин это может быть гречиха и все красноцветные это тоже редька горчица и рапс просто мы подбираем культуру зависимо от предшественника который будет 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 расти понятно что если будем высевать там редиску если будем садить там капусту на капустная группа у нас не пойди не пойдет ну-ка некоторые садоводы задают мне вопрос что давайте мы пощаем фацелию давайте во всем что-то ну фацели мелковатая корневая система поэтому фацели на глинистой почве она конечно расти будет но на глубоко почву наш не прорыхлит это и делали люпин люпин нашу почву прорыхлит как бы на сантиметров 20-30 что вполне достаточно чтобы корни потом все равно останутся в земле и почва становится как бы вся пронизана корнями и она стану становится рыхлой так что запомнили что первое отводим перевлажненную землю с участка второе высеваем сидераты сидераты 7 2 срока весну весной и осенью последние выращиваем основную культуру на зиму почву обязательно перекапываем тяжелую глинистую почву уже за счет этого она становится более рыхлой ну и опять же следующий нюанс что-то летом наш мы высеваем культуры какие-то на этой глинистой почве и почва очень быстро под лучами солнца становится как бы монолитом становится монолитом что и тяпкой очень трудно убить а все делается очень просто наша почва должна быть все лето в умеренно влажном состоянии и это не поливы нет если будем поливать зинистую почву это вот не очень желательно мы просто будем забивать поры потому что частицы глины будут закрывать поры вода будет стоять на поверхности наши растения будут расти очень плохо потому что воздух корням не будет поступать мы делаем гораздо проще сразу при посеве любой культуры которую мы с вами на тяжелой глинистой почве мы делаем мульчирование мульчирование лучше все для мульчирования подходит солома обыкновенной соломой засыпаем междурадзия слой 5-7 сантиметров такой небольшой слой что дает нам во-первых он подавляет рост сорняков сорняки не растут наших междурадзия во вторых под мульчой будет сохраняться постоянная влага именно не сырость а влага сохраняется влага и вот эта влага не даст пересыхать нашей почве наша почва будет постоянно весь сезон рыхлая растение будет развиваться очень хорошо конечно тут некоторые скажут что вот раз есть мульча значит там будет появиться какие-то вредители а делается все очень просто берем 50 грамм не 40 а 50 грамм нашатырного спирта на ведро воды и проливаем все наши междурадзия проливаемся наши междурадзия наша солома хорошо минерализуется снизу она служит питанием наших растений и в то же время различные вредные объекты и заводятся в этой салоне на службе поняли как улучшить глинистые почвы и забегая немного вперед придет весна эти почвы пролейте раствором сирной палочки 100 миллилитров на 10 литров воды значит это поможет обеззаразить эту почву от возбудителей болезней и бы способствовать росту и урожайности всех культур которые вы будете выращивать на этом участке поэтому если вы будете делать так вы удивитесь что конечно за год почва рыхлой не станет эта работа где-то 3-4 года через три-четыре года ваша почва станет настолько приятной в обращении настолько вам уже быть нравится что вы поймете что вам просто повезло что вам досталось такой участок с тяжелой и перевлажненной землей потому что немного труда немного тех способов которых я вам рассказал применить на этой почве и результаты великолепные у вас будут расти крупные экземпляры редиски крупные экземпляры тыквы огурцы будут заваливать урожаем помидоры точно так же и вы поймете что права пословица что нет плохих почв есть плохие хозяева приложили старания и получаются отличные урожаи до свидания